Для всех людей, которые настроены на мировое турне, желательно избегать определенных мест, которые зарекомендовали себя как самые опасные места в мире для посещения. Нуфьянгас Роуд известна как дорога смерти по всем известным причинам, о которых вы можете догадаться. Движение вверх или вниз, поэтому 69-километровому повороту чрезвычайно опасно из-за тумана, оползней, водопадов и скал, падающих с нескольких сот метров на каждом повороте. Именно здесь за все время погибло почти две тысячи водителей. Представьте себе, какая цифра – две тысячи человек. Но это еще не самое страшное, ведь есть Змеиный остров – самое смертоносное место на Земле. Остров примерно в 25 милях от побережья Бразилии, где ни один местный житель никогда не осмелится прогуляться. Ходят слухи, что последний рыбак, который заблудился слишком близко к своим берегам, был найден дрельфующим в своей лодке несколько дней спустя, безжизненным в кровавой луже. Таинственный остров известен как Илья де Каима де Гранде. И ступить туда, как сообщается, настолько опасно, что бразильское правительство сделало его незаконным для посещения. Угроза острова исходит в виде золотых ланцетоголовых змей, вида гадюк и одной из самых смертоносных змей в мире. Это, безусловно, самое опасное место на Земле. А в северной Танзании есть озеро Натрон. Высокий уровень Натрона, дегидрата карбоната натрия, делает его воды коррозионными для кожи и глаз человека, иногда достигая очень высокого уровня pH. Озеро также содержит бактерии красного цвета, что приводит к его уникальному розовому оттенку. Местные жители стараются держаться от ужасного озера подальше. Вода из-за него буквально разъедает кожу, как только вы к ней прикоснетесь. Мелкие животные, которые ненароком спускаются к воде, редко выживают даже после небольшого контакта с водой. А дождь, который идет в этих местах, называют призрачным, потому что большая его часть испаряется, не долетев до поверхности. А для тех, кто любит похолоднее, Оймекон – небольшая деревня, расположенная в Оймеконском районе Якутии. Это место считается одним из самых опасных мест из-за его экстремальных климатических условий. Сильно низкая температура делает невозможным поддержание жизни в этом регионе. Температура опускается практически до минус 70 градусов по Цельсию, что делает невозможным безопасное посещение этого места туристами или путешественниками, поскольку немногие могут пережить эту температуру. Ну что замерзли? Давайте теперь погреемся. Долина Смерти. Пустынная долина на границе Калифорнии и Невады с экстремальной жарой. Она известна как одно из самых жарких мест во всем мире. На Ближнем Востоке и в Африке есть всего несколько пустынь, приближающихся к пиковым температурам в течение лета, которые могут дать конкуренцию долине Смерти. Рекордное повышение температуры было зафиксировано 56,7 градусов по Цельсию. А это берег скелетов, который простирается через юг Анголы к северу от Намибии. Берег скелетов входит в список самых смертоносных мест на Земле из-за его сурового климата. И он предостерегает и дает почти нулевые шансы на выживание. Погода, жаркие ветры, отсутствие еды и воды затрудняют путешественникам изучение этого тихого места. Помимо суровых климатических условий, местность заполнена костями многочисленных животных, костями китов, слонов, черепах, тюленей и останками кораблей. Готовы посетить ад? Туркменский газовый кратер Дарваза известен как ворота ада. Это месторождение природного газа в подземной пещере. Геологи подожгли его, чтобы предотвратить распространение метана, и он горит с 1971 года. Он расположен посреди пустыни Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от столицы Туркменистана, недалеко от села Дервези. Запас газа, который был обнаружен здесь, является одним из самых обширных природных запасов в мире. Местные жители дали название «Дверь в ад» этому району, ссылаясь на взрывы, кипящую грязь и оранжевое пламя в большом кратере. Надеюсь, что этот список мест поможет вам правильно подбирать места для путешествий. А я не прощаюсь с вами и очень жду вас в комментариях. А я не прощаюсь с вами и очень жду вас в комментариях.